Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Текущая санитарно-эпидемиологическая обстановка в Республике остается напряженной. Темпы прироста заболевших новой коронавирусной инфекцией в течение недели держатся на одном уровне. Всего за сутки выявлено у нас было 1710 случаев инфицированных новой коронавирусной инфекцией. Ранее было зафиксировано 1525 заболевших. За сутки в Республике госпитализировано 127 человек. С COVID-19 ранее было госпитализировано 135. Необходимо обратить внимание, что на настоящий момент наиболее сложными субъектами, в которых отмечается рост заболевших, являются субъекты, такие как город Якутск, как мегенокангаласский улус, хангаласский улус, горный улус, чурапчинский улус и, соответственно, намский улус. Необходимо обратить внимание, что количество заболевших и увеличение заболевших в этих улусах связано не только со скоростью распространения новой коронавирусной инфекции и его особенностями, но и с тем, что для этих улусов, кроме хангалаского, была характерна и низкая вакцинация, и ревакцинация. В связи с чем, еще раз обращаем внимание на необходимость ревакцинации, которая является на настоящий момент обязательной для того, чтобы внутренне для себя понимать, прежде всего, что коронавирус – это то заболевание, которое можно легче перенести при наличии вакцины. В настоящее время особой группой риска заболевших являются дети 30% госпитализированных и беременные женщины. Еще раз обращаю внимание на установку, которая дана медицинским работникам вчера, после поручения главы республики Сахая-Кутя, при выезде педиатрических бригад, количество которых увеличено. Соответственно, анализы должны браться у всех членов семьи. Я обращаюсь сегодня к родителям и беременным женщинам, их супругам и близким родственникам. Прошу не посещать людные места в закрытых помещениях, носить маску. В течение двух дней будет принято решение по тестированию беременных женщин. Соответственно, на настоящий момент ряд поликлиник города уже переходит на обязательное тестирование беременных женщин при приходе на соответствующий прием в поликлинике. Несмотря на увеличение количества вновь выявленных случаев, скорость распространения у большинства заболевших регистрируется легкое течение заболевания. Первым компонентом в республике сегодня привито 78,9% взрослого населения. Ревакцинацию прошли 119 622 человека. На настоящий момент в целях снятия напряжения на амбулаторное первичное звено как в городе, так и в республике открываются дополнительные площади для амбулаторной неотложной помощи для больных ОРВИ. Соответственно, при посещении которых можно установить не только наличие или отсутствие диагноза, а также и получить комплекс медицинских услуг, связанных как с выпиской больничного листа при выявлении заболевания, так и с получением лекарственных средств по возможностям, которые у нас сегодня имеются. На настоящий момент приняты все меры для получения дополнительных амбулаторных лекарств для лечения амбулаторных за счет средств федерального бюджета и за счет средств регионального бюджета. С органами местного самоуправления проведены мероприятия, направленные на решение вопросов по обеспечению препаратами, лекарственными препаратами в аптеках, в том как в городе Якутске, так и соответственно в районах нашей республики.